МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Какие задачи стоят на этот год перед учителями? Сегодня у меня в гостях участница всех этих событий Татьяна Жихарева, директор школы номер 94 города Красноярска. Татьяна Александровна, здравствуйте. Здравствуйте. Волнуетесь, да, уже неделька осталась? Да, конечно. Волноваться, когда сдавали школу комиссии. Сдали? Конечно. Школа готова. Татьяна Александровна, я бы хотел начать вот с чего. На августовском педсовете выступал губернатор края Гитлер Толоконский. И вот он сказал такую интересную вещь, что образование, оно должно стать таким центрообразующим вообще жизни края, по сути дела. То есть и политики, и экономики, и промышленности, и практически всего. То есть вы понимаете, какие перед вами, перед образованием, ставятся большие задачи? А вот как вы все-таки видите, в чем вот это центрообразующая сила? Александр Ильич про это сказал. В присутствии депутатов и правительства. И мы видим в том, что должно что-то измениться. То есть изменения, они идут в любом случае. Но надеемся, что те задачи, которые поставила министр в своем докладе и озвучил губернатор, они в большей степени, наверное, будут направлены на более глобальные изменения, потому что раз вся экономика будет работать на нас. И образование будет работать, по сути дела, на экономику. Да. Но образование – это есть будущее нашей страны, нашего края. И Виктор Александрович про это конкретно сказал. И поэтому вот если посмотреть, вернее, передать те слова, которые он говорил, он очень большой упор сделал на то, что уважаемые коллеги, все, кто присутствовал на педагогическом совете, обратите внимание на те программы, на те задачи, на те ключевые тенденции, которые озвучил министр, для того, чтобы учитывать в своих программах. То есть вся действительно экономика, промышленность, все вместе мы будем работать на качественное и эффективное образование. И Виктор Александрович сделал два момента очень таких, выделил, я бы сказала, даже жестко выделил. Первое – это работа с кадрами. Есть проект у нас в Красноярском крае про кадры для новой школы. И он прямо подчеркнул, присутствовал ректор педагогического университета о том, что необходимо изменить обучение новых кадров и подходы в переподготовке уже работающих кадров. И второй момент, на который он очень так тоже большое внимание уделил, это практикоориентированное образование. То есть не только в школах мы обязаны так учить в рамках стандартов, но и когда педагогов готовят на уровне колледжа или на уровне университета, они также должны иметь практикоориентированные практики. То есть я умею это делать, я могу поделиться это с другими. Но и здесь же про кадры говорили, почему в центре мы, что учителя перестают быть трансляторами, а учитель – это тот, кто направляет и сопровождает детей. Вот это одна из тех тем, которая поднималась на августовском педсовете. Вообще слово «августовский педсовет» мы вообще, люди, которые… Мы все учились в школе, и педсовет – это слово очень скучное. Для многих тревожное, потому что кого-то туда вызывали. То есть холодок по плечам до сих пор бежит. И кажется, что, знаете, мы все и так пообсуждали что-то такое большое. А вот когда погружаешься внутрь, я вот был в некоторых педсоветах, я смотрел, как учителя спорят на какие-то темы. Это очень интересно посмотреть. И вот от этого темы, которую вы сейчас затронули, да, авторитет учителя. Ведь что сейчас происходит? Ребенок, по сути дела, все, начиная с самого первого класса, они все живут в интернете, они живут в виртуальном пространстве, они получают огромное количество информации. А учитель по старинке живет с учебником. И выдает им информацию, которая есть в учебнике. А ребенок уже иногда даже больше этого учебника знает. И вот как в этом случае авторитет учителя-то поддержать? Вот то, о чем вы сейчас начали говорить. Как вы считаете, как директор школы? Но я хотела бы сделать одну ремарку о том, что педагоги не такие отсталые в плане цифровых ресурсов. Я не говорю обо всех педагогах, но я говорю о том, что это тоже есть. Я соглашусь, что да, это есть, но мне кажется, в большинство случаев от этого уже ушли. Авторитет учителя, наверное, зависит от того, насколько он понимает и принимает ребенка. Мы сейчас все реализуем федеральные государственные стандарты, где упор делается на индивидуализацию. То есть я выстраиваю общение, образовательные какие-то процессы, исходя из того, какие способности и возможности есть у ребенка. Если вы займете позицию ребенка, если я как учитель вас слышу, вас понимаю, я занимаю вашу позицию, вы будете испытывать такому учителю уважение за то, что даже в меня услышали, что иногда даже родители не могут сделать. А учитель авторитетный для ребенка, он это, наверное, обязан уже делать. Слушайте, подождите. Вот через учителя проходят сотни-полторы учеников. Да? Да, за год. Да, да. Но вот это каждого попробуйте услышать, это каждого попробуйте понять, попробуйте каждому найти свой собственный подход, для того, чтобы чокнуться можно, если так говорить. Нет, если ты пришел не со стороны, а ты понимал, куда ты шел. Я думаю, что большинство людей, которые работают в школе, именно пришли туда осознанно. Это задача номер один для учителя, это вплоть до того, что его должностные обязанности. То есть у каждого учителя в его эффективном контракте, в его должностных обязанностях прописано, что он подбирает такие формы и методы работы с детьми, чтобы ребенок был успешным. А это как раз и есть успешно, когда учитель тебя понял, принял, исходя из твоих возможностей, он дал тебе задания, послушал, что ты говоришь, направил куда-то. То есть это норма для учителей должна быть. Я вернусь к виртуальному пространству. Дело в том, что как все-таки найти это взаимопонимание, как найти контакт с учеником, который в большинстве случаев живет в интернете. Он приходит домой, он заходит в социальные сети, он приходит домой и общается с... Даже иногда между уроками они умудряются общаться, где-то там используя современные гаджеты. А учитель, как вот в этом случае он должен себя вести, чтобы не отставать? Есть вот это сейчас в школах или нет, или пока мы еще не научились в соцсетях работать? Вот, кстати, Виктор Александрович и Светлана Ивановна говорили о развитии цифровой образовательной среды. Тоже был на это сделан очень серьезный упор. И я так думаю, в тех задачах, которые поставлены в этом году перед нами, вот эта цифровая среда будет развиваться. Потому что иначе мы опоздаем очень серьезно. Педагоги сейчас проходят специальную подготовку на базе Института повышения квалификации, дистанционные курсы, вот именно о том, чтобы виртуальная среда стала адекватным инструментом образования. И вот, например, в нашей школе мы занимаем такую позицию, когда гаджеты становятся способом получения информации. То есть да, ты пришел с сотовым телефоном. Я вот сама учитель географии. У меня дети приходят с сотовыми телефонами. Десятый класс, зарубежная география. Я даю такие задания, говорю, если у вас есть возможность выхода в интернет, либо вы подключаетесь к системе Wi-Fi, вы выходите с поиском информации. Пожалуйста. Потом технология перевернутый класс. Когда ученик получает на свой гаджет или на свою электронную почту материал, который он должен изучить, а учитель потом, когда он придет в класс, будет его спрашивать, обсуждать какую-то тему. То есть очень много методик, техник, таких, которые современные электронные устройства превращают в источник получения знаний. И педагоги начинают это очень серьезно использовать при организации образовательного процесса. Вы не отбираете мобильные телефоны на занятия? Нет. А зачем? Запретный плод всегда сладок. Но вот были сюжеты, когда запрещают телефон сотовый, мы пошли другим путем, мы разрешаем. Но если ты пользуешься телефоном, ты пользуешься именно на том предмете, который... То есть они не успевают у вас писать смс-ки, потому что в это время они сидят и изучают ту же самую географию, но такие практические навыки, по сути дела, получают, где взять информацию для того, чтобы потом... Ну, может быть, даже в своей жизни это использовать совершенно спокойно. Да, совершенно верно. Так мы и должны делать то, что ребенок в итоге будет использовать в своей жизни. Ведь знание — это то, что у нас остается, то, чем мы пользуемся после того, как закончили школу. Вы знаете, ну вот это немножко другое. Другой подход школы и к образованию, потому что я помню, как мы учились в школе, да, ну, знания были одни, и даже когда ты в институте учился, знания были одни, а потом когда ты приходил куда-то там на производство или что-то еще, тебе говорят, подожди, то, что ты выучил, это, конечно, хорошо для твоего собственного развития, но тебе там большинство знаний вообще в принципе не пригодится, а теперь давай мы будем тебя учить конкретно на жизни. То есть школа в этом отношении меняется? Да, она меняется. И вот опять же я вернусь к выступлению нашего губернатора, где было четко сказано, что мы должны сейчас, ребенок должен прожить то, что он изучает. Вот то, о чем я говорю, практика, ориентированные подходы, это когда я не просто вышла к доске и рассказала то, что я знаю, а когда ребенок сам нашел эти, вернее, сам нашел информацию, знает, где ее применить, он ее представил другим, защитил. Ну, это еще и новые стандарты. Виктор Александрович владеет новыми стандартами, которые реализуются в образовании. То есть вот на это был сделан упор. Мы сейчас не просто учитель перестает быть народным артистом. Я люблю это повторять. Теперь он человек, которого не видно в классе. Самый главный в классе – это ребенок. Вот еще говорили на ПИЦ-совете о том, что мы должны взаимодействовать с другими учреждениями, например, профессионального образования. Когда, например, старшеклассники практикуются уже, профориентация идет на базе специализированных учреждений, в том числе и предприятия города. И об этом говорились. И Виктор Александрович сказал, что необходимо разработать программы под это, и финансирование будут, когда ребятишки, например, те же спецклассы, они получают знания, практикуются уже, например, в СФУ. Школа не замыкается в своих четырех стенках? Нет, школа открыта. Это тоже, кстати, один из ключевых моментов, в которых было сказано, что школа должна быть открытой и доступной. Вы же понимаете, ресурс не безграничен. А если школа находит партнеров, где есть это в лучшем объеме, в лучшем качестве, то почему бы и нет? Мы получаем. То есть двойная польза. Я могу сэкономить на этом, да, но ученики наши получат более качественный, специализированный какой-то ресурс. Спасибо большое за то, что вы сегодня были у меня в гостях. Хорошего вам начала учебного года. И вот чтобы все планы, которые намечены, они сбылись. Они сбудутся, мы в это верим. Спасибо. Татьяна Жихарева, директор школы номер 94 города Красноярска, сегодня была моим гостем. Школа меняется. Ну что ж, дождемся 1 сентября. Всего доброго. До встречи.